Фанфары легендарной Севастополь. Вынос государственного флага. Гимн России. На мысе Хрустальной чествуют бойцов самообороны города. Поздравления и слова благодарности выразили представители Координационного совета, заместитель командующего Черноморским флотом России, руководитель Объединенного штаба самообороны, участники мотоклуба «Ночные волки». Еще раз большое спасибо. Всем вам желаю доброго здоровья, мирного неба, благополучия, добра, всего самого наилучшего. Слава Севастополю, слава севастопольцам. Ура, товарищи! Галина Тиховская с детьми пришли порадоваться за мужа. С гордостью говорит, в мирной жизни он имеет созидательную профессию строителя, но не остался в стороне от февральских событий и стал активистом самообороны. Было очень страшно. Мы очень переживали, очень нервничали, но мы знали, что другой дороги нет, что это правильное решение, и мы папу отпускали и держали за него кулаки. Мама очень беспокоилась за папу, но нам она говорила, что будет все хорошо с папой. Наталья Маляренко – учитель младших классов. Узнав о призыве, в ряды самообороны решила. На время карантина в школе ее помощь необходима на другом фронте. 23 числа я услышала, что ребята русский блок, они решили мобилизовать сами мужчин города Севастополя, потому что на тот момент силовые структуры подчинялись все Киеву. А 25-го я уже включилась непосредственно, подключилась в силы самообороны города. Мы начинали, было всего 4 подразделения. Это были ребята ночные волки, байкеры, это были русский щит синявский, это были ребята русский блок и мы штаб. 26 отрядов, более 3 тысяч человек, имеющие различные звания и регалии, принадлежность к организациям и обществам. Сегодня говорят о том, что в любое время готовы стать на защиту города-героя. Я хочу маленькую тайну сказать, что мы не распустились, мы как бы законсервировались. И по зову руководителей города и флота мы готовы будем в любой момент выступить на защиту нашего города. В завершении торжественного мероприятия участники митинга возложили венки почти в память погибших защитников минутой молчания. Наталья Шульга, Делявер Меджитов, программа «Наше время».